Говорящий Бобар! Стой! Это история о четырех сиротках, которые прошли через сюжеты самых заметных блокбастеров последних 20 лет. Первая сиротка Люси. Она жила со старым хранителем музея, но вот настал день, когда его кокнули. Люси нашла его в одном из залов музея и сразу поняла, что здесь кроется какая-то загадка. А еще она поняла, что хранителя грохнул злобный альбинос с плеткой. Ведь он стоял тут же и хлистал себя плеткой. Беляш погнался за Люси, но она успела разгадать тайну и получила в награду шоколадку Вонки с золотым билетом внутри. Вторым особенным сиротой оказался Эдвард. Он жил в мексиканском монастыре, где заставляли на завтрак есть дохлых кошек. Другие дети избивали его. Ну, по крайней мере, один пухляш в костюме рестлера. Когда он отоваривал Эдварда, тот нашел золотой билет с приглашением на фабрику Вонки. Третья сиротка Сьюзан. Летела в самолете, где было очень много змей и дешевая подделка Сэма Джексона. Он явно был бракованным, потому что ни за что выбросил Сьюзан из самолета. Так бы она и осталась красным пятном на асфальте. Но тут подвернулась Перис-блондинка Хилтон, которая смягчила удар. У нее при себе была шоколадка Вонки, и Сьюзан забрала золотой билет из нее. Последним сиротой был Питер, который совсем не Паркер. Он обучался в спецшколе для мутантов. Главная способность Питера – его непобедимая трусость. А еще он западал на синих девчонок, вроде Мистик, которая крутила попой в школьных коридорах. Но когда Питер подошел пригласить ее на свидание, появился косплеер Росомахи со своими дружками. Ему не понравилось, что какой-то задрот клеит его девушку. От драки Питера спас Магнито. Затем он открыл дверцу шкафчика, чтобы Питер шибанулся о нее головой. Зато из шкафчика вывалилась шоколадка Вонки с золотым билетом, и Питер тоже поехал на шоколадную фабрику. Когда все четверо приехали к Вилли Вонке, он показал им цех, где все съедобно. По крайней мере, сиротки так решили. Эдвард кинулся к шоколадной реке с разными вкусняшками, плавающими в ней. Но оказалось, что это местная канализация. Однако это была не самая страшная тайна Вонки. Он раскрыл им секрет производства конфет и шоколадок. Они такие вкусные, потому что Вилли добавляет туда настоящие человеческие органы. И чтобы доказать это, Умпа-Лумпы забрали у Эдварда его орешки, у Люси вынули сердце, Питера лишили зуба и бросили его в коробку с попкорном, а Сюзан досталась сильнее остальных. Ее голову облили карамелью. Но сиротки явно не пользовались извлеченными частями тела, потому что они выжили после экзекуции. Этот психованный Вилли Джордж Макфлай запер их в комнате, чтобы поиздеваться на досуге. И вот, когда он шел их расчленять, сиротки бросились прятаться кто куда. Люси нашла старый шкаф, из которого вывалилась куча барахла и голая девушка. Люси залезла внутрь и оказалась на снежной опушке. Первым делом она опробовала свой язык на прочность, лизнув металлический столб на морозе. К ней на помощь пришел мистер Тупас. Его отец развлекался с козочкой на ферме. Да, отец спал с козочкой. И теперь нижняя часть тела Тупаса была покрыта шерстью. Он рассказал, что Люси очутилась в гнарнии. И здесь, в принципе, не возбраняются межвидовые связи. Главное, чтобы все было по согласию. Козлоногий пригласил Люси к себе и показал, как живет. У него дома вечная тусовка с рэперами и телочками, а холодильник забит шампусиком. Познакомившись с Люси поближе, мистер Тупас просит ее уйти. Он говорит, что она в опасности. Чтобы Люси понимала, как тут все устроено, Тупас дает ей пленочный фотик, где есть все ответы. На записи он рассказывает, что правительница гнарнии, злая белая стерва, приказала сдавать ей всех людей. И мистер Тупас собирался сдать Люси, но не смог. Он рассказал, насколько вредная эта белая стерва, а затем посоветовал бежать куда подальше. После этого запись самоуничтожилась, чуть не оторвав Люси голову. Эдвард тоже нашел волшебный шкаф. Оказавшись в чудесной стране, он услышал, как неподалеку дрифтует мини-дизель. К нему подкатили сани, заряженные крутостью Доминика Торетто. В них сидела мама Стифлера, которую здесь все почему-то называли белая стерва. Увидев перед собой человека, стерва пообещала ему трон гнарнии, если он приведет ей остальных сироток. Ее водитель пытался сказать что-то о пророчестве, но белая стерва не дала ему закончить. Пророчество! Встань! Она включила свое обаяние на максимум, чтобы соблазнить сиротку. Затем она велела Кумару, то есть Эдварду, привезти Люси, Питера и Сюзан в свой белый замок. И эта забегаловка показалась ему знакомой. Эдвард хотел скорее попасть в этот замок, поэтому он отправился за другими сиротками. Он встретил их недалеко от входа в шкаф. Люси пыталась предупредить остальных об опасности, но ей никто не верил. Тогда она повела их к мистеру Тупасу, однако его не оказалось дома. Здесь был только говорящий Бобер. А ну убирайся! Нет! Он-то и рассказал сироткам, что они с Тупасом любовнички. А белая стерва против однополых связей, поэтому она и увезла Тупаса в тюрячку. А еще потому, что он помогал людям. Бобер рассказывает сироткам о пророчестве, согласно которому они должны уничтожить белую стерву при помощи стебасло. А главную роль в этом сыграет Питер. Но он не готов к такой ответственности. Ведь однажды, когда он был суперменом, он уже облажался, получив пулю в глаз. Эдвард понимает, что может лишиться обещанного трона. Он сбегает, пока остальные разгадывают тайну своего происхождения. Оказывается, они четверняшки и рождены были от одних родителей. Так сказано в свидетельствах о рождении, которые они нашли. Эдвард приходит к белой стерве и выдает ей Люси, Питера и Сюзан. Привет, детка, я дома. Привет. Ты мне рада? Миссис Стифлер вызывает к себе Альбиноса Гнидоса и приказывает ему убить сироток. Тем временем они ищут Эдварда, но встречают мистера Тупаса. Он сбежал от стервы. Тупас отправил сироток в Хогвартс, где они должны пройти обучение перед встречей со стебасло. Придется иметь дело со мной. В школе чародейства и умственных отклонений сиротки встречают Гарри Старпера, то есть Шпротера, и его друзей Гона и Шизиону. Шизиона явно испытала на себе действие волшебной палочки Гарри. Эта троица обучает Люси, Питера и Сюзан, после чего они отправляются к стебасло. Эдварда сажают в одну камеру к прославленному пирату Джеку Водогрею. И тот предлагает гениальный план побега, пырнув ножичком Эдварда. Когда приходит охрана, он их вырубает и приводит наивного Эдди на свой корабль, где пираты читают рэпчик. Мы как стабилеты Карибского моря, пираты, рэперы! Джек выясняет, куда надо плыть. И когда Эдвард рассказывает, что его родственники пошли к стебасло, его обездвиживает Бинг. Оказалось, Джек Водогрей работал на белую стерву, но когда он стал ей не нужен, она убила пирата. В это же время трое сирот приходят в лагерь повстанцев, где собрались все выдающиеся киногерои современности. В своем шатре их ждет стебасло, полу-лев-получеловек. И он готов помочь сироткам, но сначала они должны кое-что сделать для него. А приходовав всех троих, он отправляется в тюрьму, где стерва держит Эдварда. И пока Эд сидит в одной камере с Мелом Гибсоном, азиатская копия стебасла сражается с Гнидосом. А победив Альбиноса, он освобождает Эдварда. Но и сам стебасло погибает. Когда сиротки уходят, его убивает белая стерва. Они узнают об этом только в лагере повстанцев. Бобер предлагает им четверым вести в бой воинство стебасла. Они соглашаются, но сначала надо устроить чумовую вечеринку, чтобы не так страшно было воевать с утра. Во время тусовки к Питеру подкатывает Мистик. Она узнала, что он скоро станет королем, и решила подмазаться к нему. Питер воспользовался этой возможностью и заставил Мистик раздуться до размеров небольшого кита-убийцы. Наутро все четверо вышли на поле боя. При этом повстанцы куда-то исчезли. Они просто не захотели воевать после того, что Сьюзан устроила прошлым вечером. На помощь пришел только внезапно оживший Джек-Водогрей на колесе от водяной мельницы. Ты задолжал мне душу, Джек-Водогрей. Но и с ним стерва расправилась при помощи метательного осьминога. Пришлось сироткам сражаться вчетвером. Питер, конечно, пытался сбежать, но потом он справился с трусостью и повел свою семью в бой. Да только их тут же укокошили. И когда еле живой Питер уползал от белой стервы, он нашел в траве пульт Адама Сэндлера и поставил сцену на паузу. Затем он полюбовался на буфера и неимоверно огромную сардельку в замедленной съемке. И только после этого излечил Сьюзан, Эдварда и Люси. Применяя обретенные в Хогвартсе скиллы, сиротки разделались с поставленным на паузу войском белой стервы. Ее саму они хотели предать суду, но появился Джек-Водогрей и раздавил ее в лепешку. Всех четверых короновали. Они прожили долгую жизнь и состарились вместе. Когда им было уже много лет, они остановились по нужде в заснеженном лесу. Здесь они увидели волшебный шкаф и вошли в него. Когда сиротки прошли через него, они снова стали молодыми. В комнате их встретил косплеер Барата. А затем всех четверых раздавил Джек-Водогрей на своем колесе от водяной мельницы. Очень счастливый конец! Так и закончилась история о бедных сиротках. Друзья, если вам нравятся наши ролики, то вы можете поддержать нас на бусти и получить бонусы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!